всем привет из города коврова сегодня 30 30 30 30 мая правда тут еще работой не плачат и крайно дворец дворец красавчик свой дом это круто у нас и не шепчет холодно ветер но у нас планах сегодня посетить город суздаль мы хотим культурно-исторический центр окраина коврова участки молодец получил участку пил участок построился красавчик зато свой дом живи да радуйся расти детей вот сейчас соберемся поедем прокатимся суздаль сами посмотрим и вам покажем рассказывать куда мы едем едем все же стал на это вот первая деревня перед суздалем как бы я так понимаю в древности отсюда уже уже начинался вот это все создать да вот этот ров река нерв и вот здесь вот я так понимаю были типа въездные ворота но это все что остался ну да я вам сейчас уже его в целом убрали но потом со стороны владимир еще заедет и оттуда там вот там прям остались даже сама марка так называемая не знаю да да ну и по моему со стороны иванова там еще с одной стороны по моему тоже не помню есть нет сейчас проедем но это вот зрели на что же хоть получается уже в этом сам бальда вот они вот первые там храм этот был остыли я просто их тут очень много я даже не знаю точное количество отсутствие это что-то историко-культурное наследие да ну да это город-музей город-музей да это город-музей то есть даже свыше трех этажей здания нет и строить нельзя да ну мне кажется я не знаю там ну там много у нас да городов ростов там великий еще они все входят в золотое кольцо россии ну да вот это тоже суздаль да это тоже владимир боголюбово суздаль гастрома ростов ярославль по-моему вот это все золотое кольцо россии это вот вокзал а так это уже все это сам суздаль а где знак суздаль я не знаю знака не было сейчас перед кругом наверное или сейчас вот здесь будет подожди да нет ну я знака не видел ну ладно неважно вот суздаль ну это уже суздальский там район что это там районная станция не важно главное что видишь погода распакована тоже дороги тоже слегка погулявшие с левой стороны это будет конюшня конный двор что-то тут такое а вот они прямо указатели да монастырь центр города прямо Масильевский монастырь это вот это вот он да получается ну как я знаю что конюшня у них здесь не при нем ой тут большая конюшня тут стука всяких этих зданий да тут тут сплошь да ну вот здесь центральная площадь торговые ряды и все кругом под старинами да реставрация ну много очень фильмов здесь на этой площади снимали вот на этой да а что ты снимал я не помню какие я думаю есть более грамотные люди кто напишет расскажет да что снималось на этой площади в этих торговых рядах так помню типа женить в бальзаминов ну помню что типа вот такого вот эти вот ага это вот сейчас впереди будет калем суздальский а там смотрел наверху там цветы колокола там дядьки какие то там что-то делают ну наверное сейчас будут это зубонари сейчас будут это тын-дын-дын-дын-дын-дын-дын не ну тут это службу постоянно я не спорю идут и колокола постоянно звонят ну я тебе говорю сейчас тут пандемия сейчас людей мало да Да, вот туристический автобус, как это есть, люди есть, но нет иностранцев, а так тут одни китайцы, европейцы, японцы, да и вообще кого-то. Это вот это умение, да? Да, мы сейчас как бы круг вокруг проедем, там с той стороны обзор мы скажем так, когда администрация... Ильича никто не отменял. Да, это такая современная, да, 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 но он все равно, ну, есть, да, есть, Александровский монастырь, Спасы, не монастыри. Да, вот, считай, тут все написано. Такие здания, да, видно, что. А здесь это, слушай, а тут же ж не было боевых действий, да? Да сюда же не дошли, с этой стороны не обошли, все брали. Ну, не Москва, за Москву не заходили. Да, да, да. Долетали только самолеты в Коврове у нас, ну, зовут именно Дегтярева. Ну. И была главная дорога с этого, с железка, ну, бомбили мост. Да? Несколько раз бомбили, но по нему ни разу не попали. Ну, сюда долетали. Да, самолет долетали. Самолет даже до Нижнего, говорят, долетали. Ничего себе. В Нижнем. Завод, ну, по-моему, тоже бомбить они его не бомбили, ну, где-то в районе Нижнего были. Да. Ммм. Николаевский пассаж. Там монастырь, вот это Кремль или, я даже это. А, потом разберем. Ну, лошадки даже можно все, корицы прокатиться. Там какой-то бюст чей-то, чей-то. Не знаю, даже, честно, не было это ни разу. Нет, наверное, Кремль это вот это, наверное, да, Кремль. Там монастырь. Да, там был монастырь, а это Кремль. Это же видно, что Кремль. Я чуть перепутал. Кутузов. Да. Тут, потому что очень много запомнится, не знаю. Надо, наверное, исторический хоть факультет закончить, чтобы это все выучилось. Естественно, особенно здесь. Да. Ну, вот тоже вот с этой стороны вот был раньше въезд. И вот, видишь, как бы вот ворота остались, которые были. Вот это вот слева? Ну, это же стена тут раньше тоже была. Ну, понятно. И вот она туда, направо и налево. А здесь были ворота? Да. Здесь вот был въезд. Вот, видишь, кусочек остался. И со стороны Владимира мы потом тоже проедем. Там тоже что-то неподобие. Отель-ресторан. Ух ты. Горячие ключи называется, да? Тоже все под старину, да? Ну, тут все в этом стиле, да. А он какой-то он поржавевший. Ну, это что-то... Я не знаю. Может, заброшенная, наверное. Где-то тут вывеска про него еще зачитал, но ему там что-то тоже под тысячу где-то, по-моему. Вот это, может, и слева? Да, да, да. Все такие. Очень древние. А здесь вот рекламу можно сделать. Сюда мы приезжаем иногда отдыхать вот в это место. Вот сюда? Да. А, точно тут, видишь. Ну, он что-то... Ну, он, по-моему, либо его надо реставрировать, но он, наверное, да. Собирается, по-моему. Да, да, что-то собирается, потому что там... Там уже все, как бы, небезопасно. С левой стороны вот это ГТК. Гостиночно-туристический комплекс. Там сейчас его строят новый. Он там с советских времен был. А сейчас, ну, я не знаю, за забором тут было видно, не видно. Смотрим, он какой-то волной, как на Краснодарское окружной этот торговый центр. Да, 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 точно. Он, видишь, все в бетоне, но тут какое-то... Что-то будет серьезное. Да, хотел я вот здесь вот прямо проехать. Здесь еще и монстр забрали. Прямо не получится. Туда тоже не получится. Да, и туда не получится. А здесь на турцентр, на БТК. А там напрямки не проедешь, получается. По-моему, и вообще... Ну, поехали посмотрим. Ну, вообще... По-моему... А, да, вот это что? Это жилая зона. Жилая зона. Ну, ехать... Ну, нет, ехать-то можно. За скоростью 20 км в час. Ага. Не, наверное, не проедешь. Ресторан, кемпинг. Ну, это вот старая вот эта часть, вот ГТК. Да. Ну, вот. Ну, вообще, это все... А, ну, вот оно. Здесь зато сейчас видно слева, как вот это новое. Что будет, да? Как волной вот это. Угу. Это сейчас... Вообще, чисто было всю жизнь заточено под иностранцев. Тут самое дорогое было. Сюда, по сути, было вообще никогда не попасть. Карна психоз закончится и поедут иностранцы. Да нет, они уже сейчас, конечно, это уже ехали. Ну, до этого. Короче, ладно. Здесь мы разворачиваемся. Поехали. Да, поехали. Заедем тогда с другой стороны. Ну, тут такая масштабная. Ну, да. Стройка масштабная, да. Боулинг вот там, игровая. Ну, поток туристов здесь бешен. Тоже уезд со стороны Владимира. А, тоже такие ворота. Похожие ворота. Ага. Тоже был. Он, походу, весь вот такой стеной был в свое время. Обнесен. Да. А этот уже чисто. Для истории оставили точек. Не, ну, так чисто все, смотри, зелено все, деревья. Ну, асфальт. Ага. Положен? Да. Или уложен? Вроде уложен. А может укладен? Ничего. Это пока. В основном у нас кладут. Даже не ложат. Да. Понятно. Что, едем в центр? Ну, сейчас в центр мы как бы были. Мы сейчас с другой стороны еще проедем. Здесь вот. Река Каменка. Музей деревянного зончества. Вот это? Нет. Это отели. Рестораны. Рестораны. В таком же старом стиле. отеля. Пожить, поесть. Вот тут везде деревянного зончика. Вот это, да. Которая еда. Грубо говоря. Ты. Какая панорама шикарно открывается. Ну, туда уже мы пройдем. Ну, да. Гуляем. Просмотрим. Здесь мы еще зайдем. Туда же, наверное, не могу понять. Такое ощущение. Вроде работает, а вроде. Да, должны работать. Ну, отсюда давит хороший. Ну, это мы уже. Потом посмотрим. Да, не с машины, а нормально. Панорама с Устани. На земле, что так любимо нами В стороне привольной и родной Выстится наш Суздаль над валами Город, убеленный сединой Этими стихотворными строками Мы начинаем свое знакомство Со старинным городом Суздалем Право по ходу судно Самая древняя часть города Суздальский Кремль В этом месте река Каменка Делает крутой изгиб И в излучине реки В 11-12 веках При Владимире Мономахе Начинается строительство Кремля Он окружен искусственными Насыпными валами Сейчас, братцы, пойдем В музей деревянного зодчества Крестьянского быта Пойдем посмотрим, да? Ты был тут? Конечно Интересно? Ну, да, а то Сюда можно заходить? Сейчас нам откроют Ага Сейчас билеты хуже Нам откроют На халяву не пускают На трамвайки тоже на халяву Не дали покататься Нет, раньше вообще, по-моему По территории Преображенская церковь Из села Козлятьева Кольчугинского района Тысяча? Вот это Ищи 756-й год А вот это, наверное, нельзя, да? Заходить? Нет, ну, если вверх Обнесено туда Там где-то можно Просто зайти, ну Теперь да А вон там В ту русскую избу Сюда, наверное, можно, не? А, нет, закрытую Обнесено, да А это что у нас? А, это Воскресенская церковь Из села Потакина Камешковского района 1776-й Это моложе Это постарше будет Да Да, да, да Вот Сюда можно внутрь Пойдемте посмотрим Храм освящен Тепло А, сюда можно, да? Так, если у тебя получается в 10 Мы тебе 10 Наверное, мощи какие-то, да, хранятся Ну, церковь Ну, церковь действующая Ну, церковь действующая Ну, получается, да Да Свечки можно ставить Все Ну, типичное жилище Крестьянской семьи Среднего достатка А, в среднем Пойдемте Средний Наш? Ну да Вход в дом разрешен По два человека Без маски не входить По-моему, уже маски Может, туда подсвечиваются даже Ага Двор Такое было подсобное хозяйство Видишь, там даже эти Козочки Ну Комплекс подсобных Хозяйственных построек Без маски не входят Лапки на стене висят Где? Точно Это клесть Я так не знаю Помещение Положил Хозяйственного назначения Вот А это вот Изба Да Русская печь Ой, я на такой спал Ой, смотрите Какая лиза Да, да Там Трофимович Отдыхали Класса Ну Класс Русская печь Все дела Так вот Так вот жили наши Предки Да Да Самое теплое Да Что В них же Еще и купали Насколько я знаю Прямо Правильно Говорят? В этой нету Ну вообще Есть же были такие Да Спасибо Изба Часть крестьянского Это уже наверно Ну да Побогаче Ну правильно Это среднего класса А это уже наверно Барыги Димыч Были у меня Пошли к тебе в гости Как зажиточные жили Пошли посмотрим О, и что Тут уже сани Помоднее А там что было? Там вообще сани не было Там одна сборка Да, да А тут уже запасные Сани Видишь тут Курочки наверху От запасные Да По зиме Тут что-то тоже Да Сюда заходить Наверное Можно Но Наверное Не нужно Тут уже как у нас С гардеробом Да Здесь говоришь Что-то Дальше без комментариев Да Здесь уже видишь Здесь на детская Похоже как на детскую Там наверное купальня Да Здесь надо опять клеть Не отапливаем Впечатление Темное А здесь А зерна Значит это это Камень Камень Одежда Да Правильно Вздеробная Угу Масочки Посмотрите Оденьте пожалуйста Масочки Есть маски О Здесь уже печь Побогаче Видишь? Помоднячие Да? Нет Кровать Кровать такая Кровать такая Тут и наверху спали Там тоже было Но поменьше Ну так понятно Это вот Ну понятно Зажиточные Это кухня Ну да Кухня Небольшая метра восемь Не метров десять Наверное Восемь Больше чем в трешке Коваться Такого Для подъема воды Нутри колеса Оборудной ступени Входил человек А И ступая Как по лестнице Крутил И вода Там подвал А это что? Русский лубок Русский дом Просто дом? А там мельница Сюда наверно Просто русский? Как понятно Ну вот Там Покупать нечего Сувенир Да Как сувенир Мне кажется Потом В этом Дешевле Чем тут Тут же Магнитик Например Чтобы В Суздале Покрутить бы Эту штуку Да Докольно Был Лошадь Может они разные были Может побольше Для лошади Ну что Теперь пойдем Типичный Суздальский дом Зажиточного Горожанина Сравним Почему не все Низки Они такие Маленькие Были Или что? Масочки Масочки Сразу видно Серьезные люди Жили Яблочки На столе Уже Стульчики Такие Да Какой из них Зашил этот Гарнитур То есть Свои бриллианты Батарей Батарей Немножко Современные Сразу видно Здесь Жили Зажиточные Жили Что Что Обои Что Тож Было Наверное Это Кабинет Видишь Это Калькулятор Компьютер Тех Времен А Это Мы Куда Пойдем Не знаю Там еще Один Выход Наверное А Да Ну Ладно Точно Выход Ну А Там Беседка Купцы По вечерам Педауху Трескали Ну А Что А Чем Еще Заниматься Было Одна Мельница Вторая А Это Подпорки Наверное Чтоб А зачем Развалилось Или Что Метаны Мельницы Из Села Мошок Принцип Работы Да Туда Даже Внутрь Можно Зайти Смотри Или Посмотреть Можно Внутрь Решетка Заглянем Ни разу Ни разу Не смотрел Внутрь Мельницы Ага Вон они Типа Жирноватым Да Получается Внутрь Крутилась Да Вот Это Крутилась Этот Это Поворот А вот Это Вот Это А там Уже Внизу Перемалывалось Это Все Да Вон Видишь Они Стоят Но И Крутился Че Вот Столб Центральный Да Столб Центральный Получается Крутился А вот Нет Вон Смотри Столб Центральный Крутил Вон Внизу Видишь А Она Уже Крутила Вот Одна Вот Вторая А Вот Сверху Короба Мука Засыпалась А там Уже Получалось Мука Вон Видишь Какая Схема Получается Принцип Работы Понятно Как-то Так Карта Владимирской Губернии На 1784 Год Переславль Был во Владимирской Переславль Сейчас Ярославской Переславль Залез Ну Это не Или это Другой Переславль Может Другой Наверное Мельницы Ковров С 65 Штук В Везениковском 134 Не больше Всех Там поле Много Ветер Полит Амбар Крыша Ключи Из замки Мастерская Плотника Но это Что это Конюшня Что ли Нет На конюшню Не похоже Хозин Интакта А это Уже Мастерская Плотника Была Интересно Хоть экспозиция А это Типа 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 Нужно Внутрь Хажем Да Ааа Мы решили уже Внутрь Не идти Серитория Суздатского Кремля Правильно Кремль Это Никольская Церковь Не анали У нас Сделаны Без единого Гвоздя Так то Гвоздей Не видно Ну че А не Нет Это Не она Даже Водоемчик Есть Огоноженный Рождественский Оконы действующие Я смотрю Там свет Внутри Горит Вон Видишь Возможно Да Так А уж Несем Там А Вход Музей Да Все действующее Несем на 800 лет вот этому собору обалдеть внутрь надо идти билеты покупать что не додумались купить заранее решили моего бойцы снаружи да все-таки мы когда с тобой ехали мы попутали здание я смотрю тут одни месяцами петушками торгуют но санты мотоцикл стал кача заводит сначала ты на нем ездишь потом она на тебе а здесь вот пошли всякие сувениры доски чего только нет аккумулятор умер а прикинь и заведется потом его толкать наверх этот мотоцикл завел нет не завел всякие картины чего только нет медовуха пельмени какого соки же собирается потихоньку сухо уже время нет уже наверно побольше время уже полпятого ну в общем ничего так интересно здорово время провели тут ходить не переходить гулять не перегулять сельцы места меру тоже надо знать все должно быть в удовольствие дядька пошутил все должно быть в удовольствие архив успенская церковь 17 век кремлевские валы 11-12 век охраняется государство это тоже действующая все как положено а это вот этот окружающий ров который вот кремль а это вот ров и река вон по которой мы путешествовали просто здесь засыпали так дальше туда вот тоже ров можно на лошадке прокатиться если есть желание а нет это не река это просто ров заполненный водой река дальше и река это река вот это уже река а до река точно все дронов больше чем птиц в торговые ряды начинаются ну пойдем посмотрим чё там интересно лошадок смотри сколько коллега сюда особо не катаются да пошли я в этой когда вене ходил там это тоже там дофига таких а безалкогольные есть красивые местные знаменитые торговые ряды тоже собираются многие hello my friend my friend местная площадь от вышли на дорогу дима ездили все пойдем диме чуть пожуем и будем потиху собираться отдохнуть есть и ну это их